Это программа Бункер С. И с вами ее ведущие Джон Шемякин, Ирнест Старателев и я, Белла Михельсон. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать новости. В Самарской области чиновникам порекомендовали воздержаться от полетов первым классом. Соответствующее постановление опубликовало областное правительство. Служащих просят воздержаться от использования услуг бизнес-терминалов на вокзалах и покупки билетов на самолеты первого класса. Также сотрудникам органов власти рекомендуют не бронировать люксовые номера в отелях. Вообще тут ужас-то в том, что я, честно говоря, не помню, какие у нас авиакомпании вообще имеют отношение к первому классу. Салонов первого класса нет. Есть бизнес-класс, наверное, в наших авиакомпаниях. А просто журналистов про что они имели в виду. Или постановление так написано. Потому что первый класс – это когда ты уж совсем лежишь. И, наверное, это какая-нибудь Emirates. А Моника Белуччи делает тебе массаж. Да, это первый класс. А на чем лежишь? Да нет, ну а? Совсем лежишь на чем? Лежишь, заказываешь заранее, на ком хочешь, на том и лежишь. Что хочешь, то и лежишь. Все-таки наше правительство областное живет в такой пещере мудреца. Это как платоновская пещера. То есть тени на стенах. И ты их воспринимаешь, эти стены, как реальность. Вот вышел из этой пещеры – опа, жизнь. Ну, представляете себе, вот люди едут на какую-то конференцию. Летят на конференцию. Летят первым классом. Напитки, музыка. Моника Белуччи. Моника Белуччи. И ты выходишь в Давосе. Там, значит, экономический форум. Ты рассказываешь о Самаре. Все хлопают тебе. Ты приезжаешь и говоришь – у Самары есть будущее. Обратно прилетаешь тоже первым классом. У тебя новые швейцарские часы. Все замечательно, все хорошо. А теперь представьте, что их всех, наших, значит, чиновников. Хотя, каких там чиновников? Мы говорим о 15 человеках, говоря по совести. Их же это касается в основном. Вот если они полетят в Давос или в Москву, они полетят эконом-классом. Или там, я не знаю, лоукостом каким-то. Или в багажном. В обеды. Они, вот понимаете, вот после всего этого дела, когда… Мятые. Да вообще жутко. Тут какой-то толстяк, в ухо сипит. Тут какой-то ребенок, тошнит ребенка на тебя. Тут, если это самое, кто-то обувь снимет перед тобой. И как раз кондиционер включит. И ты вот с красными глазами после ребенка носков, там, с ожогами от чая, ты врываешься в Давос просто с криком «Денег! Денег и оружие! Дайте мне денег и оружие!» Потому что все, все кончено, все. По итогам 2016 года минивэн Lada Largus, эта модель стала самой непопулярной моделью среди угонщиков. К такому выводу пришли, значит, страховая компания «Макс». Ларгус относительно недавно на рынке еще не успел себя зарекомендовать, но уже никому не понравился. Он недорогой, недефицитный. Угонять его на разборку на запчасти никакого смысла нет. Рядом с Largus притулился такой же непопулярный среди угонщиков УАЗ Патриот. УАЗ Патриот, я думаю, угонщики просто боятся. Просто когда ночью видишь УАЗ Патриот, угонщик кажется, что это за ним. Поэтому угонять смысла большого нет. Ну и, конечно, на третьем месте замыкает антирейтинг Lada Granta. Ее угонщики не любят за массовость. Им не угодишь. Слишком много. Дешевая опять. И, в общем, не стоит даже мараться, потому что она не окупает эти самые риски и все остальное прочее. Я считаю, что это прекрасная реклама Lada Largus сейчас была. Я полез сразу посмотреть, в чем же дело с этой самой Lada Largus. И там, значит, на официальном сайте дилера указаны гарантийные случаи обслуживания. То есть, вот ты покупаешь Lada Largus и сразу, номер один, сразу человек, который продает это все дело, указывает. Течь кондиционер. Течь кондиционера. С первых дней на колени и под полики, под коврики. Начинает течь конденсат с кондиционера. Случай, значит, признан гарантийным. То есть, его бесплатно вам починят. Дренажное отверстие в коробке, пишет этот продавец, часто не совпадает с соответствующим отверстием в клапане. Ремонт делается так. Язычок усилителя вытягивается. П-образный прорез корпуса и закрепляется болтами. Вот, товарищи, вот мы и нащупали основную тему, почему Lada Largus не так популярна. Ну, а там дальше начинаются разрывы пыльников. Естественно, как только пыльники разрываются, начинается хруст при повороте. И третий гарантийный момент. Начиная с первого месяца эксплуатации, не держится спинка кресла. В Самаре с незаконной продажей алкоголя будут бороться спецгруппы в составе депутатов и горожан. Мэрия решила всерьез взяться за решение проблемы незаконного оборота спиртных напитков. Для этого до 15 февраля в каждом районе создадут специальные межведомственные группы. В их состав войдут представители местных администраций, депутаты, члены общественных советов и ТОСов, горожане. Спецгруппы будут совместно с полицией проводить рейды по злочным местам и выявлять факты нелегальной продажи спиртных напитков. То есть люди соберутся в специальные группы для поиска алкоголя. Причем ночами, наверное. Люди хотят романтики. Мы все помним картину Рембрандта «Ночной патруль», «Ночной дозор», «Стрелковая рота капитана». Я просто вижу, как наши депутаты, сотрудники мэрии с факелами, одетые в красивые костюмы, в жабо, вооруженные мушкетами, бродят по этим мифическим местам, где, ах, страшно, продают алкоголь и наводят там неким образом порядок. На основании чего они это будут делать, я не знаю. Вероятно, они будут Святое Писание читать по ролям, чтобы совесть проснулась у тех, кто. Хотя, как ты справедливо заметил, мы знаем даже адреса особняков, где живут люди, которые занимаются вот этим вот бутлегерством. Власти Москвы выполняют 100% социообязательств перед гражданами. Об этом столичный градоначальник заявил на заседание городского президиума. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Почти 3,7 миллиона москвичей было предоставлено право на бесплатный и льготный проезд на городском пассажирском транспорте. А вот 4,5 миллионам граждан достались льготы на оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт. Вот, между прочим, таких объемов соцподдержки нет ни в одном регионе РФ. Так и денег столько нет ни в одном регионе РФ. Да. Ну, если я правильно понимаю состояние рынка недвижимости в Москве, там, значит, квартира довольно скромная, примерно миллион долларов. Ну, ориентировочно. Ну, я теперь понимаю, почему все хотят в Москве. И, конечно, всем этим людям крайне необходимы льготы. Собянин продолжает их обихаживать и тратит на них какие-то несусветные деньги. А они сопротивляют. Они его ругают. Они его ругают. Здесь нам просто слюнками по брови так вот проведут, и мы говорим спасибо, спасибо. Забота косметически. Ну, для нас это, в общем, грустная новость. Ну, как грустная? Ну, это же наша столица. Это наша столица. Ну, для нас с вами. Почему? Живущих в Самаре, это грустная. А, то есть, для вас грустная новость, что кто-то живет хорошо. Ну, это вот типично. Кому-то хорошо, а мне это-то плохо. Ну, и потом. Ну, что это? Вот так вот, если честно, если все-таки наши чиновники перестанут летать бизнес-классом, и там станет пусто бизнес-класс, то мы сможем первым классом с вами ездить в Москву, это гораздо быстрее, чем до Сызрани. Для нуждающихся россиян создадут карты с баллами для обмена на продукты. Минпромторг рассчитывает уже в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальной карте будут перечисляться эквиваленты денежных средств в балл или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства, овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы. Половина Америки на этом сидит. Идея хорошая. Водку покупать на них нельзя. Конфеты на них покупать, по-моему, тоже нельзя. Покупать можно то, что ингредиентные люди называют центряк. Вермишель, повидло, маргарин. Все для передачи бати. Нельзя и на деньги поменять. В течение месяца все эти баллы надо потратить, иначе они сгорят. Съесть. Все люди будут покупать только полезные. И отечественные. Ну, если про полезные, то можно такие карточки на баню создать, чтобы люди могли мыться. Белла, это кошмар. Вот откуда у вас это в голову вам приходит? Пойти помыться за баллы. Ты за баллы или как? Я за баллы. В бане за баллы. Провела вечер в бане за баллами. Ну, баня, что же полезно для здоровья? А если нет денег... Общественная баня вредна для здоровья. Любая баня вредна. Поверь тебе, сначала думаешь нормально все. И даже через месяц понимаешь, что все-таки вред был нанесен организму. Очень часто такие случаи в банях происходят. А вы ходите в баню, да? Нет, я не хожу. Как это ходить? Подождите, но есть же сауны, сауна, номера, а есть общественная баня. Номера в сауну? Какие номера в сауну? Белла, простите, вы чем зарабатываете? Какие? Вне телевидения. Я говорю. Какие могут быть номера? Ну, может, подумайте, вы там не раз не были. Нет. Да ладно. Где там? Нигде не было. Мы же только в сундунах. Да каких там под краном мокрой тряпицы за ушами протрешься и снова мальчик? Какие там бани? Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес в Аргентине. В Буэнос-Айресе и других городах Аргентины десятки полуобнаженных женщин вышли на демонстрации, отстаивая свое право загорать на пляжах топлес. Недовольства были вызваны действиями сотрудников полиции, которые в январе заставили трех женщин, принимающих солнечные ванны топлес, уйти с одного из пляжей. Тема-то на самом деле безумно интересная. Я говорю совершенно серебро. Я против того, чтобы женщины загорали топлес. Против. Я категорически против этого. По одной простой причине. Ну, ты можешь тогда устроиться в полицию Аргентина. Побороться с этим. Я против. С наручниками. И ты против на самом деле. И все мужики против этого. Потому что топлес загорают на 99% те женщины, кому по возрасту и по состоянию здоровья лучше вообще из дома не выходить. Вот, Белла Махмудовна, вы ведь тоже против? Я против. А ты? Я вообще на пляж не люблю ходить. Я вообще, пляж, для меня какое-то странное место. Ну, если ты не идешь на пляж, то пляж приходит к тебе. Ну, странно. Я думаю, что вы будете за женщин топлес. В смысле, за? Ну, чтобы они продолжали загораться. Я буду за женщин делать это за женщин? Нет. Самомысль, что женщины где-то топлес. Это же прекрасно. Я вообще считаю, друзья, вообще, новости чем хороша-то? Представляете, вот, по поводу чего люди протестуют. Да, согласен. Согласен. Потому что какая прекрасная жизнь в Аргентине. Нет, вообще так устроена справедливость мира. Я всегда себя этим успокаиваю. Вот, смотрите, у меня покосился в деревне забор. В Венеции прекрасный закат. Да. У нас, значит, в паркинге сломались ворота. В Буэнос-Айресе толпы полуголых прекрасных аргентинок. Гоняются за тремя полицейскими. Да, да, да. Идут защищать свои женские права. В этом справедливость мира. Это была программа «Бункер-С». И с вами были ее ведущие. Джон Шемякин. До свидания. Эрнест Старателев. Всего доброго. И я, Белла Михельсон. До свидания. Мы откроем все двери. Папа мой говорил, притворяйся до тех пор, пока это не станет правдой. Какой мудрый. Начнутся, имитируй, пока не закончишь. Третьим будешь? Нет, я не думаю. Тут такое дело. Каждый занимается своим делом. Если нет возможности искупать коня в шампанском, давайте кошку пивом обольем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok